Всем привет! Сегодня буду рассказывать про однокомнатную квартиру 39 квадратных метров для молодой семейной пары. Как нужно проектировать такие квартиры? Смотрим! Итак, перед нами типичная однокомнатная квартира площадью 38,8 квадратных метров до 39 округлим. Выглядит она вот таким образом. Узкая вытянутая прихожая, как кишочка. Тут же ванная, объединенная с туалетом. Одна спальня и кухня-гостиная. Внимание! 14 квадратных метров! Ну, это, конечно, ни в какие ворота. Ну, а что делать? Сейчас, так сказать, в режиме экономии нужно экономить пространство, в том числе квадратный метр строят. Ого-го! Сколько! Льготная ипотека закончилась. Поэтому учимся проектировать в таких стесненных условиях. Из плюсов есть гардеробная. Это очень важно даже в самых маленьких квартирах, потому что хлама у нас очень много. Одежды немеренное количество, поэтому нужна гардеробная, кладовка, в общем, что-то, куда мы можем запихать много вещей. Итак, это изначальная планировка, а вот эта планировка, которая у меня получилась, и сейчас я об этом расскажу, почему именно такой она должна быть. Прежде чем продолжить смотреть, ставьте лайк и обязательно подпишитесь на канал, если вы вдруг еще этого не сделали. Прежде чем рассказать о моем варианте, который я считаю просто идеальным, а вы можете про это написать в комментариях, обсудим. Я хочу сказать слова благодарности застройщику, который обратился ко мне с просьбой сделать планировку лучше, чем она есть сейчас у него. Вы понимаете уровень, да? То есть застройщик проектирует дом и на этом этапе обращается ко мне, чтобы я придумал для него планировку, которая будет для вас наиболее удобная, красивая в плане дизайна и так далее, и так далее. И вот сейчас у нас с вами есть возможность обсудить эту планировку, про которую вот прямо сейчас я вам и расскажу. Какая главная проблема в маленьких однокомнатных квартирах? Правильно, она маленькая. Кроме этого, все комнаты как бы изолированы друг от друга, и получается, что это такие коробочки. Маленькие коробочки, внутри коробочки побольше, однокомнатной квартиры. И вот эту проблему нужно решить. Проблема зажатого пространства. Ощущение вот этой зажатости. Вот она проблема. Вторая проблема. Нужно придумать, где все хранить. И третья проблема. Нужно сделать так, чтобы наши молодожены, влюбленная пара, а именно для них я делаю эту планировку, не для кого-то, не для семьи с детьми, понимаете? А именно для молодой пары, которая начинает свой, так сказать, жизненный путь. Вот они сошлись, вот у них цветочно-конфетный период, так называемый. Они не отлипают друг от друга. Вот именно для таких ребят я пытаюсь сделать квартиру наиболее удобной. И насколько это у меня получилось, мы сейчас с вами оценим. Исходя из этого, я делаю пространство более открытым. То есть я объединяю две комнаты. То есть кухню-гостиную, ну которая была изначально, кухня-гостиная, 14 метров. Ну то есть это даже для кухни-то не очень просторно. Ну тем не менее, за счет этого объединения, вот видите, здесь вот она объединена, мне удалось сделать три зоны. Непосредственно кухня, вот она, с островом. Вы понимаете, да? Уровень, то есть квартира с островом. Остров это вообще мечта хозяек. За островом мы можем готовить вместе. А так как это предполагается для молодой пары, для молодоженов, остров для них самое то. Будут вместе готовить. Сама по себе кухня небольшая. Потому что сейчас молодые люди в основном заказывают еду уже готовую. Ну максимум разогреть. Или вообще ходят в кафе. Но тем не менее, кухня достаточно большая, чтобы на ней что-то приготовить. Сейчас хозяйки с опытом напишут, наверняка напишут, что кухня маленькая, места не хватает, куда я поставлю блендер, шмендер и так далее. Ребята, я напоминаю, это квартира для молодых людей, которые только начинают свой жизненный путь. У меня вот старший ребенок, который уже не ребенок, а уже в общем взрослый человек, который живет самостоятельно, а у него кухня очень маленькая и он на ней ничего не делает. Ну это как пример, да? То есть у него там только микроволновка, чайник, холодильник, мойка, все. Еду он заказывает. И так делает большинство. Поэтому вот этой кухни вполне достаточно. За кухней стоит небольшой диван, но для двоих более чем, на котором можно развалиться и смотреть телек. И помимо этого у меня еще в лес обеденный стол на двоих человек, который можно выдвинуть в середину зала и пригласить гостей. Но изначально он рассчитан на двоих. Для наших влюбленных. Понимаете? То есть таким образом получается полноценная кухня-гостиная. И чтобы она таковой получилась, я ее перенес из того места, где была кухня, в то место, где была спальня. Ну поняли, да? Местами поменял. Сейчас кто-то внимательный, или не очень внимательный, справедливо заметит. Иван, так нельзя же менять местами мокрые точки? Кухню нельзя переносить над жилым пространством? Так в том-то и фишка, друзья. Мне-то можно, потому что я это вношу изменения в проект дома, который еще проектируется. И именно на этом этапе обратился ко мне застройщик. И сейчас, если я поменяю это местами, он сможет внести изменения в проект и сделать квартиру в рамках вот этих стен еще лучше, чем она была до этого. Поэтому можно. Я, кстати говоря, и ванную поменял местами с гардеробной. Сейчас про это тоже расскажу. А пока закончим с кухней-гостиной, которая плавно перетекает в спальню. В спальне кровать большая. Это же важно для молодоженов. Большая кровать. Здесь целых метр восемьдесят. Метр восемьдесят по ширине. Влезло кресло. Вместо кресла можно поставить макияжный столик с зеркалом, если есть такое желание. И большой шкаф во всю стену. Это очень важно. Вещи нужно где-то хранить. И очень важно шкаф поставить так, чтобы его было не видно. Но ведь шкаф это по сути ящик, правильно? Ну коробка, которая стоит в интерьере и портит этот интерьер. А чтобы сделать шкаф красивым, это же сколько денег-то сейчас нужно потратить. Сейчас такие цены. Так что, ребята, слушая меня, я вам подскажу, как нужно сэкономить. Кстати, много полезных советов даю в своем телеграм-канале Gradis Interior. Там будет ссылочка в описании. Переходите, подписывайтесь и будете постоянно узнавать что-то новое и интересное. Так вот, пространство из спальни в кухню-гостиную, оно перетекающее. Видите, здесь сделан огромный проем, который можно закрывать, например, шторочками. Но это если мы говорим про экономию бюджета. А можно поставить перегородки, которые могут быть стеклянными, могут быть деревянными, глухими, какими угодно. А могут быть и перегородки, и шторки. Поэтому, если кто-то хочет поспать у единицы, закрываем эти самые перегородки и все, спальня изолирована, шумы не слышим, все хорошо, прекрасно. Кто-то там собирается на работу, например. Понимаете? Значит, у нас осталось гардеробная и ванная. Ванную, я считаю, так как она одна, нужно оставлять максимально большой. Здесь душевая кабина, но по желанию можно поставить и ванну, но чаще просят душевую кабину, поэтому я подумал, что и в своем проекте лучше я предложу душевую кабину. Потому что души, почему-то, ну как-то больше любят мыться. И вдвоем тут удобно мыться, потому что она огромная. Унитаз и раковина. Обратите внимание, здесь нет стиральной машины. В прежнем проекте стиральная машина была в ванной комнате, в моем нет. И не должно быть стиральной машины в ванной. Почему? Потому что это технократический прибор. Он будет стоять не один. Скорее всего, появится сушильная машина. Возможно. Но даже если не появится, то будет корзина с бельем. Будут химия, то есть это порошки, кондиционеры и прочее. Гладильная доска, утюг. Куда все это поставить? Если это будет в ванной, все, дизайн умер и ни о каком релаксе говорить не приходится. Поэтому все это нужно прятать. И я запрятал это в кладовку. Она же гардеробная. При входе, заходим, видите, здесь шкаф, помещается вся одежда, а напротив второй шкаф, в котором стиральная машина, место под хозблок, там порошки, кондиционер, гладильная доска, утюг, а еще уборочный инвентарь. Это тазики, ведра, швабры, пылесос. Вот это все же тоже нужно где-то хранить. А еще сверху чемоданы можно поставить. Понимаете, вот весь хлам, который непонятно где хранить, здесь у меня аккуратно упакован. Таким образом, все вещи прибраны. Раз, да, то есть с хранением разобрались. Второе, мебель расставлена красиво, с точки зрения композиции, это очень важно. Вот обратите в первом варианте, да, вот диван зажат в угол. Так не должно быть, это некрасиво. Диван должен стоять максимально свободно. Вот как у меня. Ну, к стеночке, конечно, я его прижал, это тоже не очень хорошо. Лучше его от стеночки отодвигать. Но, квартира настолько маленькая, что, тут уж как удалось. И третий момент, очень важный, вот нужно делать ванной, тем более, если она одна, как дополнительную комнату. Тогда у нас из однушки получается двушка. Имеется в виду, что эта комната превращается, как комната для релакса, где мы можем кайфануть. Ну, вот поставьте сюда стульчик, там, со спиночкой, и можно реально там порасслабляться. Душ принял, сел там, маникюр, педикюр, музыку послушал, и как-то перезагрузка произошла. Понимаете? То есть, вот, в моем варианте это случилось. Поэтому, друзья, я призываю вас в комментариях писать, что вы думаете по этому поводу. А еще лучше, вы можете взять эту планировку и нарисовать свой вариант. это будет самое прекрасное и чудесное, что может быть. Потому что на словах там вот фиг пойми, что вы имеете в виду. А так, взяли, распечатали, подчеркались, прислали мне, и потом я сниму видео, обсудим. На этом все. Всем пока. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Да пребудет с вами муза и грамотная, удобная планировка.